Территория завода Лепси окутана ароматным лиловым облаком. Сейчас самый пик цветения сирени. По традиции именно в эти дни проходит праздник сирени. В этом году его открывает торжественное шествие от заводской проходной. Насколько б не цвели для нас сирени! Цветенье нового мы как подарка ждем! С праздником сирени и началом лета солнечногорцев поздравляют глава солнечногорского района Владимир Нестеров и генеральный директор завода металлических седок Лепси Игорь Якушков. Третий год подряд на праздники высаживается новый куст сирени. У этой доброй традиции есть имя – рождение красоты. Сегодня сажают сорт «Утро Москвы». Это сирень с густомахровыми цветками. Они окрашены в сиренево-розовые тона и имеют приятный стойкий запах. Заводской сиреневый сад насчитывает более 800 кустов сирени коллекционных сортов. Все с символическим названием. У нас есть два маршала. Маршал Жуков, маршал Василевский. Вот на этой стороне есть французский сорт «Фош», маршал «Фош», а на той стороне маршал «Лан». У Ивана Федоровича, чуть-чуть, по-моему, есть ли свой собственный сорт, да? Есть свой. Называется сиреневый туман, насколько я помню. Да, туман. Правильно? Возможно, что мы когда-то назовем один сорт в честь Ивана Федоровича. Предполагаем так, один сорт. Но пока мы его еще не размножили. В этом году на празднике сирени «Вернисаж» солнечногорские художники представили свои картины. На многих из них изображена сирень. А по соседству продаются духи с цветочными ароматами. Но гости спешат уловить запах живых цветов и сфотографироваться на фоне прекрасного сада. Так как у меня здесь отец работает, начальником транспортного цеха, поэтому я пришла. Прошлый год не получилось, потому что ребенок был маленький. А этот год пришла, и вообще интересно просто посмотреть, что за сирень и тому подобное. Мы по 30 лет с лишним отработали на заводе. Это праздник просто нашего становления на заводе. Тем более, что мы помним, какой здесь был пусты. Вот место, где мы стоим, была свалка. И автомобили были поломаны, и колеса валялись. Более 40 машин были битых после войны. Да, и причем, заметьте, основная функция завода – производить металлопродукцию. А это же, как говорится, побочная идея. Нужно было найти силы, средства, просто людей, которые потихонечку все это делали. А сегодня здесь все в цвету и звучит музыка. Солнечногорцы празднуют приход долгожданного лета.